Дверь в Тверь 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 Дверь в Твери Дверь в Тверь в Тверь Дверь в Тверь найдено всего 5 берестинограмм, но об этом Лучше расскажет мой коллега Конечно, наиболее уникальные Экспонаты сделаны В виде достаточно точно реплики Но они имеют перевод Они снабжены всей необходимой Формацией Часть экспозиции либо предоставлена Археологами Это которые не были приняты в Государственном музее и экспонируется у нас временно. Есть ряд предметов, которые подлинные, оригинальные, являются частью моей личной коллекции. То есть это вот такие основные векторы. Я хотел бы сказать самое главное, что я не сторонник такого именно интерактивного подхода, в том смысле, что делать музей в виде экранов, QR-кодов и так далее. Я считаю, что... Считается, что это тренд 21 век, считается, что это, в первую очередь, молодежи. В первую очередь, молодежи это очень интересно, да и людей другого поколения. Но что такое Тверь средневековая? Экскурсоводы все время жалуются, что невозможно водить экскурсии по средневековой Твери, потому что всякий раз людям надо напрягать воображение. Вот здесь была такая церковь, здесь была Владимирская башня, а вот тут был крепостной рог. То есть все было, и людям нужно ходить и напрягать воображение. А по идее, вот эти современные технологии, они могут как раз и показать, а какой была средневековая Тверь, причем, наверное, даже в трехмерном изображении. С одной стороны, да, с другой стороны, довольно странная идея пытаться оторвать ребенка от экрана и переводить его в музей, где бесконечные экраны. Где пять экранов. Да, и я считаю, что все-таки диалог с непосредственными предметами истории, искусства, это очень важная составляющая, которая именно формирует нас как людей. Поэтому я все-таки сторонник такого классического подхода, но при этом сама подача, сама форма достаточно яркая, и она вызывает полный, абсолютно интерес и понимание, в том числе и у молодого поколения. Алексей, Роман, все-таки у меня такая мысль мелькнула, а верно я понимаю, что натолкнуло вас на идею создания такого музея, но такая ситуация не самая оптимистичная, в том плане, что у Краеведческих все никак не откроется. Нас довольно часто... А туристы приезжают и хотят попасть. Все отчасти верно, это нас довольно часто сравнивают с Краеведческим музеем, но Краеведческий музей это довольно большая и специфическая экспозиция, где воссозданы какие-то там стоянки древнего человека, бивни мамонта, там сушеная чучела волка и прочие замечательные вещи, но все-таки наша аудитория это немного другие люди, которые вот именно хотят в краткой и яркой форме узнать все о нашем регионе, и мы это делаем в совершенно ином формате. Поэтому даже когда Краеведческий музей будет открыт, я думаю, что мы вряд ли будем конкурентами, а будем отлично дополнять друг друга. Прекрасно. Алексей, у нас в Твере действительно уже... Это не первый такой малый музей. Мы все изначально привыкли, что музей что-то такое государственное. Краеведческий музей, музей Тверского быта, музей Золотого Учедрина и так далее и тому подобное. Естественно, картина и галерея. А тут вот такие музеи есть. Музей Тверского козла, музей искр, про который мы уже говорили. Насколько туристам интересны такие объекты? Вообще в последнее время намечаются тенденции, что музейное дело больше уходит в частные руки. Государственное, это, конечно, хорошо, но вот эту свежую идею какую-то преподносит именно частно. Тот же самый музей козла, прости, господи, он... Все, прости, козла, Тверской, говорят, символ. Вполне свежая была идея на момент задумки. Музей искра, аналогов, во всяком случае, в области точно не найдешь. И, соответственно, о таких вещах, краеведческих музеях вы не узнаете. Краеведческие и вообще в целом государственные, они хороши объемом коллекции. Классические, в смысле, да. А именно что-то свежее, новое вносят частные музеи. Те же самые Тожорский золотошвеи, которые когда-то из государственного объекта превратились в частные. И это дало новый толчок развития выставки и прочее. И при этом у нас есть и столичный пример, и знаменитый музей Задорожного, частный музей, где, кто не знает, дорогие телезрители, выставлена огромная экспозиция всевозможной техники. Начиналась там бронетехника, время леготичная, там теперь уже и самолеты, и старинные автомобили. И, насколько я знаю, этот музей составляет изрядную конкуренцию к классическим музеям столичным. Да, вне всяких сомнений. Ну, у нас, конечно, не такой размах, но я думаю, что именно особенности в подаче. То есть я приведу буквально несколько примеров. То есть есть описание, например, тверских крестьян в паспортах. И там такое краткое описание, подбородок риф, лицо чисто, и, в общем, отправляют на работу. То есть людей описывают очень формально, это забавно. Или там то, что существовал тверской монетный двор, и у нас, например, не чеканились имена к князей. На случай, если с ними что-то произойдет, чтобы не перечеканивать монеты, мы так достаточно хитро подходили к этому вопросу. Или, например, что деньги не имели номинала, имели только вес. Вот из таких ярких, любопытных фактов состоит экскурсия. Я думаю, что ввиду этого обстоятельства мы не совсем похожи на традиционный государственный музей. Не пересекайся, то есть с ним. Ну, хорошо. А, кстати говоря, говорим, где музей-то открывается? Пересечение Трехсветской и Новоторжской – это здание, которое, к сожалению, сейчас все еще ищет своего хозяина. А здание центральной гостиницы – угловое здание на пересечении. Так называемый в народе Лондон. Совершенно верно, да. И сбоку есть небольшая пристройка. И вот у нас там в таком подвальном помещении в стиле практически старецких пещер есть два таких зала, достаточно, надеюсь, стильно оформленные. То есть это самый центр города, но немножко как бы во дворе, там же, где Искра. То есть вход все-таки искать со стороны Новоторжской? Со стороны Новоторжской. Со стороны Новоторжской. Вывесок-то хоть есть? Да, безусловно. И через буквально 20 шагов следующая Искра мы находимся в одном дворике. А может быть уже есть страничка ВКонтакте, как это сейчас модно опять-таки? Да, музей «Дверь в дверь» ищется. У нас за время новогодних праздников, мы только-только вот открылись, и приехала часть гостей, около 100 посетителей, наверное, было за неделю. И они, по счастью, оставили порядка 15 позитивных отзывов на Яндекс.Картах, так что нас найти уже можно. А что написали? Собственно говоря, они написали именно то, что мы и ожидали, то, что они вот в краткой емкой форме действительно познакомились с нашим регионом и действительно поняли, где они, чем мы знамениты, какие здесь промыслы, ремесла, особенности, люди. Вот, собственно, это они в основном и писали. Ну, также мы угощали всех с морозов горячим чаем, что тоже многие отметили. Приятный такой бонус, что называется. Все верно. Алексей, ну вот вы водите экскурсии, соответственно, что люди говорят? Какие музеи интересны? Запроски слышите от них? Ну, запросы, конечно, есть. Особенно небольшая проблема в Твери, то, что обычно я рекомендую только два музея. Это, собственно, Роман Кокоткин и Савуискарь, но сейчас дополнится еще дверь в Твери и областная картинная галерея. Ну, у меня, опять же, круг туристов тоже довольно специфичный, которым некоторые музеи могут просто по тематике не подходить. Но тот же самый музей Салтыкова-Щедрина, который собирается открыть. Ребята мои его с нетерпением ждут. Мы все ждем. А что же такое у вас специфичные туристы? Что с туристами интересны? Ну, им больше академическая, можно, составляющая. То есть, ваша публика — это люди с гуманитарным образованием исключительно? Ну, чаще всего. То есть, это те самые, которые будут стоять в картинной галереи в позе искусствоведа и задавать каверзные вопросы экскурсоводу. Я дополню, что Алексей, да, он больше специализируется не то, что специализируется, но у него, мне кажется, наиболее яркая подача информации у него в области археологии, средневековья. Он совершенно замечательно рассказывает о персонажах средневековья, так что, как будто бы это вот наши прям соотечественники ужасно любопытно слушать. Так что, да, я примерно понимаю, о чем он говорит. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а потом продолжим говорить о новых арт-объектах и о новых музеях в Твери. И вообще, самое главное, сколько это востребовано у гостей нашего города, хотя не только, но и у тверичан. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о новых музеях, вообще о новых арт-объектах, которые появляются в областном центре, насколько они интересны туристам. Вот хочется в продолжение предыдущего вопроса. Алексей, а насколько важно, вообще интересно, и вот коллега по эфиру сказал, что у вас интересная подача рассказов о наших предках. Насколько это важно, интересно рассказов, и как вы так рассказываете, чтобы это не было такой сухой лекцией? Князь, там, не знаю, Михаил Тверской родился в таком году и так далее. Что вы делаете для того, чтобы это действительно было не сухой академической лекцией, а живым рассказом, чтобы люди, как вот сказал Роман, ощутили, что они как будто жили в одной эпохе с этим человеком? Некоторые в моих отзывах отмечали то, что это что-то вроде исторического стендапа, то есть очень много аналогий с современным миром, то есть когда ты сравниваешь, например, нынешнюю какую-то ситуацию с ситуацией прошлого, людям это легче воспринимается. Опять же, экскурсовод должен подавать подачу, должен подавать информацию не только грамотно, но и весело, потому что ты все-таки не в университете преподаешь, это очень важно понимать, многие забывают. Опять же, тот же самый зазубренный текст, чтобы тебе самому не скучно было, да разбавь-то его какой-нибудь шуткой. Тут, кстати, сами туристы часто забывают, когда тот же самый массив информации весь пытаются запомнить, не всегда понимая зачем. Потому что, когда я два часа... Что, ходят, конспектируют, что ли? Некоторые так делают. Да ладно? Конечно. Некоторые даже с диктофона могут прийти, вот так стоять, слушать вас. Это не совсем комфортно, но такое действительно имеет место быть. То же самое, они два часа в Средневековье, пытаются запомнить всех князей. У меня на это ушло, не знаю, полгода, наверное. Они хотят за два часа. Это, конечно, очень здорово, приятные потуги, но вся основная мысль экскурсии, это чтобы человек понял, насколько интересен Тверской край, Тверское княжество как образование политическое. Почему сюда нужно вернуться и послушать, что было после. Зачем посещать какие-то музеи? Интересная ситуация сейчас. А вот вы сказали, Тверских князей. У нас, к сожалению, сейчас такой, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, явный перегиб, что не то, что у гостей города, но и у тверичан, создает впечатление, что Михаил Тверской, он как Пушкин, а что все, а после него не было ничего. Том, сразу Екатерина II, пожар. Про каких князей вы еще рассказываете, какие личности, на ваш взгляд, достойны не менее Михаила Тверского упоминания? К сожалению, на каждой экскурсии подмечаю, что Михаилов Тверских у нас перебор, но у нас сейчас количество памятников, где изображен Михаил Ирославич, столько же, сколько Михаилов Тверских было по Апчи. То есть 6 и 6. Между тем, Михаил Александрович был очень интересной личностью, несмотря на... Когда он правил? Он правил, получается, до 1399-го, по-моему, с 70-х годов, с 71-го. Ну, то есть конец 14-го века. Да. Последний третий, скажем. Его, кстати, очень часто, его деяния путают с Михаилом Мирославичем. Михаил, Михаил. Да, за года он слился в один образ, не совсем хороший. Причем сейчас, поскольку прошло очень много лет, люди видят только плохую его сторону. Между тем, жителями Твери Михаил Александрович почитался, наверное, немногим меньше, чем Михаил Ирославич. За что? За то, что он сжигал города. То есть это для нас сейчас, это какое-то зверство, а тогда он сжигал чужие города, чтобы не сожгли Твери. Так а Михаил Ирославич, сколько я помню, так разбомбил Торжок, что его новоторы вроде бы до сих пор особо не привечают. А вот это вот вы как раз тоже путаете Александрович с Ирославичем. Ирославич, конечно, он тоже захватывал Торжок, он приказал разобрать там Кремль, но именно то же самое Житье Ефрема, скорее всего, приказал увести все-таки Александрович. И вот за это Михаилов Тверских у нас не любят. Между тем, Борис Александрович Тверской тоже был очень важной личностью. Если бы не он, скорее всего, вот этого замечательного русского государства единого, которое было образовано при Иване Третьем, его могло бы сейчас не быть элементарно, потому что Борис Александрович был той движущей силой, которая остановила Дмитрию Шемяку. Он выдает свою малолетнюю дочь Марию за, по-моему, семилетнего Ивана Третьего, из-за чего Москва смогла нарастить обратно былую мощь. Забывают нас про этих вот замечательных князей. Дмитрий Грозный отче, Александр Михайлович, ведь именно при Александре Михайловиче Тверь стала великим княжеством, получила свой собственный ярлык. Об этом не говорят на шесть памятников. Только одному князю. Ну, то, что я уже говорил, насколько, я так понимаю, вы действительно заметный упор делаете на Средневековье. Ну, принято, как я уже сказал, Михаил Тверской, а потом сразу Екатерина, вот она, Твери городов Петербурга, уголок и так далее и тому подобное. Есть что показать. А насколько все-таки действительно тяжело вводить экскурсию по пространству, где, ну, практически, в общем, ничего нет от того, что было в Средневековье? Вообще ничего нет от того, что было в Средневековье. Ну, остатки крепостного рва. Да, вот это если только, да, в конце показать. Поначалу я действительно задавался вопросом, почему, имея несколько книг по Тверскому Средневековью, никто не проводит двухчасовую экскурсию. Это же здорово. А потом понял, что, во-первых, это некая, может быть, цензура из-за того, что сейчас называют борьба за право называться столицей, что чушь полная. Второе, это, конечно, отсутствие Средневековых объектов. Эскурсоводы этого, видимо, боятся. Белая Троица, остатки рва, и в принципе... Я не думаю, что оторвая вообще за экскурсию теоретически возможно дойти до Белой Троицы. Это было бы забавно. На самом деле, эта Средневековая экскурсия разбавляется археологическим материалом. Что с собой? Монеты носите? Я с собой даже каменный топор ношу. А, даже вот так? Чтобы показать, насколько древняя была Тверь, как первое поселение, со временем финального палеолита. То есть, плюс все вот эти рисунки, оставленные путешественникам, на первый взгляд, не так интересно казаться. Но люди погружаются, и не могу жаловаться на популярность своей экскурсии. В этой связи, если завершая разговор именно о Средневековых экскурсиях, не надеетесь ли вы на современные технологии, когда каждому может дать вот некие такие трехмерные очки, человеку, ну, может быть, наш кто-то из патриотов в город программисты напишет садочную программу, и человек может ходить и действительно видеть вот Средневековую Тверь, вот что вот на Владимирской башне, а здесь Ров, а здесь Кремль, здесь архиерейские палаты. Насколько я знаю, такая программа уже есть. Уже есть. Да, ее вроде бы разрабатывали ребята из Ковчега. Те же самые очки у Романа Кокоткина, есть стереоскопы, те же самые стереоскопы, думаю, можно было приспособить под эти самые 3D-модели. Я просто не понимаю, нужно ли это, потому что теряется этот некий шарм своей собственной фантазии. Напряги мозги, подумай, как он сам будет. Игра престолов, какая фантазия, это история, как было на самом деле, а не как фантазия. Это не игра престолов, это круче. Согласитесь, просто для большинства людей, ну мы все воспитаны, что такое Кремль, московский, ну хорошо, даже не московский, так нижегородский, коломбийский и так далее, и все воспринимают, что Кремль это что-то такое с каменными стенами и тогда и с каменными башнями. И когда людям говорят, что Тверской это Кремль, на самом деле это валы, ну и где-то там деревянные укрепления, и каменная башня, и бух, одна была, то как-то оно не вяжется. И вот здесь нужно как раз-таки вставить важную вещь, что, во-первых, нужно туристам сказать, что слово Кремль это Тверское слово. Оно потом уже по отношению к Москве начало применяться. Во-вторых, то, что Кремль должен быть каменным, это огромное заблуждение. Потому что дерево очень практично само по себе, потому что строится легко. Ну и те, кто говорят, что Кремль легко горит, пожалуйста, растопите баню. Если за полчаса обычные полежки разгорятся, мое вам, конечно же, почтение. Не всегда это получается. Не знаю, не поспорю, это вы Батыю, скажите, которая брала Рязани, Киев, и ту самую Твер. У Батыи совершенно другая тактика была, опять же, тот же самый Батыи не пошел на Новгород. А Торжок он брал две недели. Говорят, просто устали уже, болото, уже, честно говоря. Две недели он брал Торжок, то есть он обнес город городом, то есть Чистаков. Ну и Козельск две недели брал злой город. Ну хорошо, если уйти из Средневековья, вот уже стереоскопы, уже упомянули, которые появились на улицах города, насколько это, опять-таки, интересно, на штферская идея или подсмотрели где-то? Ну, саму идею предлагал правительство я, а реализована она, правда, была иначе. Так, это интересно, а как предлагали? То есть выражение должно было быть движущееся? Ну, дело в том, что сами стереоскопы я разработал самостоятельно в течение пяти лет, и у нас они в экспозиции постоянно используются. Это настольные небольшие стереоскопы, которые имитируют классические настольные стереоскопы 19 века, и впоследствии разработал уличные. И так как весь фактический материал был, и огромная коллекция стереоизображений города, порядка 150 изображений, снятых на реальные стереокамеры на рубеже 19-20 веков, я, соответственно, проходя мимо правительства и министерства, просто предложил, говорю, а может быть, как-то вот эту вот идею реализовать в рамках концепции, и сказать, что да, действительно, как раз сейчас идет выделение денежных средств на федеральных, на арт-объекты. Вот. Я подготовил необходимые презентации, материалы, но, ладно, идея была реализована в другом месте, другими людьми, но в конечном итоге она была реализована, и, слава богу, я представлял это несколько иначе, ну, слава богу, хотя бы так оно есть. Ну, как иначе, мне, правда, интерес стал. Ну, мне кажется, было бы логичнее это с гидами-экскурсоводами провести совещание, определить точки ключевые, и по ключевым точкам сделать компактные стереоскопы, которые ведут гостей по основным маршрутам. Компактные-то что-то? Ну, мне кажется, вот эти нынешние стереоскопы, они немножко такие... Стационарные. Они немного просто громоздкие, я бы сделал их чуть компактнее, чуть поизящнее, по дизайну, но это вопрос вкуса, то есть, как бы, окей, пусть они будут такие, какие есть, и их мало, и, мне кажется, они показывают не всегда ключевые объекты. А где тут поставить? Может, нас услышат городские власти? Да, я готовил этот план. Ну, практически все ключевые точки по набережной нынешней Степана Разина, по набережной Волги, несколько объектов можно было бы расположить на Тверском проспекте, несколько объектов можно было бы расположить. Ну, в том же городском саду, мне кажется, актуальнее показывать не беседку, а плашкоутный мост и вид на тот берег, это, мне кажется, заметно интереснее, чем показывать беседку. На Радищево вот этот вот храм, ну, или там кинотеатр «Ирмитаж», по-моему, сейчас показывается на Тверском проспекте, ну, это не самые яркие объекты, которые хотелось бы показать. Ну, я повторяю все, в любом случае, я считаю, что те изменения, которые в городе происходят, они позитивные. Другой вопрос, что, мне кажется, имеет смысл больше общаться с профессиональным сообществом, потому что, насколько я вижу по чату, диалогам археологов, гидов, у них есть собственное предложение и определенное видение этого вопроса. Мне кажется, логичнее было бы еще где-нибудь в районе руин Речного вокзала, потому что это знаменитая фотография вот этой набережи, чтобы люди поняли, потому что, ну, экскурсоводы, опять-таки говорят, что, в принципе, все сохранилось, но, с другой стороны, если посмотреть, много чего не стало. В первую очередь, храмы, конечно же, которые играли роль доминанта, а, в принципе, от храмов осталось разве что Вознесинский собор, ну, вот теперь восстанавливается Спас. Да, ну, Речной мы тоже очень надеемся, что и сам он тоже когда-нибудь будет функционировать, но, действительно, оттуда вид на набережную, на единую фасаду очень замечательный. Логично было бы. Там останавливался Островский. Что моста не было, опять-таки. Да, да. Нового. Есть яркие воспоминания Островского, которые мы тоже приводим в процессе экскурсии. Да, это очень интересное место, действительно. Ну, хорошо. Появляются арт-объекты, так называемые, вот, на трех связках в последнее время. Это и, которую вековечит память известного нашего математика-пученого Брадиса, нашего известного фотографа Тачалова и так далее, и тому подобное. Скажите, вот эти арт-объекты, это наша Тверска идея или где-то подсмотрели? Я думаю, подсмотрели, потому что в самом Великом Новгороде в рамках реконструкции улиц давным-давно все эти макеты стоят, и улицы, которые археологи выкопали, мостовые, все воссозданные. Не новая идея, но хорошо, что она реализовывается и у нас. Да. Малая пластика совершенно однозначно делает город более насыщенным, интересным, так скажем, взбадривает людей во время прогулки, когда они сталкиваются с какими-то новыми, новыми, новыми объектами. Это удерживает их интерес в процессе таких прогулок. Замечательная история. Вот. У меня есть некоторые замечания по... Какие? ...по их реализации в целом. То есть, некоторые арт-объекты, конечно, совершенно чудесные, какие-то вызывают... Ну, какого у вас чудеса, например, на скидку? Собственно говоря, план города Трехлучья, идея вот этой, собственно говоря, планировки, она... Вот макет, который используется, называющийся именами. Ну, это, по сути, макет. Да, она замечательная, но она, учитывая, что это с высоты птичьего полета, можно было не заточиваться изготовлением крестиков толщиной в один миллиметр, потому что очевидно, что из мягкого материала они будут повреждены. Сейчас, конечно же, это так и произошло. И, в общем, это... Всем воспользуемся. Да, но это было ожидаемо. Это просто надо было предусмотреть на этапе провести. А что надо было сделать как? Ну, просто их с этой высоты, с которой мы воспринимаем этот макет, их просто и не видно. Должно быть видно. И их не нужно было... И нам было заморачиваться. Не нужно было делать, да, эту мелкую деталь, потому что очевидно, что она будет повреждена. Но мы понимаем, почему она была сделана. Да, да, у нас... Улиганье Аполлокс, извиняюсь. Вот, галеры в Горсаду тоже замечательные. Борельефы вызывают некоторые вопросы у археологов, насколько я знаю, у гидов, у историков. Потому что можно было за основу взять рисунки отечественного автора, да, и более точные... Ну, это уже снобизм. Рисунок Лапиноса, он тоже в целом подходит. Почему бы и нет? Ну, да. Уже рисовал. То есть, да, по большому счету все сделано неплохо. Вы знаете, есть ощущение, что вот бронзовые скульптуры, которые появляются в последнее время, ну, это вот и возле ЗАГСа, и ряд других, они немножко такие все безликие. Они немножко напоминают такой китайский колокольчик с Алиэкспресса. То есть, они вот немного с нарушенными пропорциями, с маловатой проработкой деталей. В них нет авторского взгляда. То есть, я бы, конечно, хотел бы, ну, как человек с художественным образованием, видеть какие-то авторские скульптуры. Более яркие, более интересные, с какой-то более такой идеей, подачей. Большинство скульптур все-таки довольно типовые. То есть, они выглядят так же, как вот такие формальные скульптуры в других городах. Вот это, наверное, и такое важное замечание, которое хотелось бы сказать. Ну, а в целом, то, что город насыщается объектами, это, конечно, чудесно. Ну, а у меня лично вызывает все-таки вопрос. Ну, вот, к примеру, тут уже набивший Оскомину известный несчастный, в том числе многократно. Памятник рыбаку. Ну, у звезды. Ну, почему рыбаку? Мне все время было интересно. Ну, понимаете, я понимаю, если бы это был Весегонский, рыбацкий край. В Астрахани та же история. На Селегере, допустим, согласен. Ну, почему в Твери и памятник рыбаку? Ну, давайте называть вещи своими именами, но Твери не считается такой-то рыбацкой столицей. Сюда не приезжают рыбачить рыбаки с области, из других регионов. И это куда-нибудь там на Шошу, еще раз говорю, на Селегер, Весегонск особенный и так далее и тому подобное. Зачем? Зачем кнопки отпечатной машинки у нас? Это как раз объекты, чтобы задавать подобные вопросы и держать интерес. А, вот так, то есть интрига, да? А вы как раз вводите экскурсии. Памятник рыбаку мимо проводили людей? А когда я говорю про Россию имперскую, то есть обзор на экскурсию, да, я всегда показываю рыбак. Все-таки, о, прикольный рыбак. Никто не задает вопросов, а почему он здесь? Да, а когда я говорю про Средневековье, его никто не замечается, думают, это настоящий рыбак. Говорят, бедный, он там зимой что-то ловит. Без удочек. Без удочек. Вписался неплохо, больше у меня вопрос, например, при чем здесь Брадис и счеты. Потому что, мне кажется... Начинал, наверное, со счетов, он как-то имеется в виду в детстве. Мне кажется, просто сформируется устойчивая нейронная связь, что Брадис разработал счеты со временем, да? Ну, что, предварительно, калькулятор, что ли, сделать? Надо было как-то арифметику отобразить, что называется, в металле. Ну, вот надо подумать, наверное. На самом деле, да, Брадис такой ученый и счет, согласен. Мне тоже были мысли, проходил просто позавчера. Позвольте, да, такую ремарку скажу, что, когда, например, оказался в Калуге, там, может быть, даже избыточно популяризирован Салковский, но он есть и в скульптурах, и в муралах. Ну, там у них все. Да, да, да. Чем еще Калуг знаменитый? Вот, я хотел вот что сказать. То, что касается муралов, это, конечно, важная составляющая городской среды. И в Москве в последнее время этому уделяют большое внимание. И действительно... Правда, дорогие телезрители, это рисунок на стене, причем не какой-то, там, может быть, метр на метр. А, как правило, это повесить торцевой, к примеру, фасад дома. Да, так называемые бронбаурные пожарные стены, пустые, без окон. Старых домов, да. Да, да, да. Вот, взять, например, там, Курский вокзал, совершенно роскошно, полностью уже расписан такими вот огромными, можно сказать, граффити. У нас есть чудесный, мало освещенный, так, в широком кругу Олег Лусев, да, такой фундаментальный физик. Без него бы мы, наверное, с мобильным телефоном не ходили, а вот он родился в наших, так сказать, широтах. Туполев, Лемешев, ну, понятно, да, Григорий Сорока. Александров. Совершенно верно. Множество замечательных фамилий. Но при этом, почему у нас на центральной улице рисуют именно Солженицына, фигуры, мягко скажем, вызывающие вопросы у многих, да, или почему-то... Ну, главное, почему у нас. Да. Вы знаете, я опять-таки понял, ну, неизвестен, не менее известная личность в литературе, я даже не про Пушкина говорю, к примеру, Мандельштам. Он нас здесь какое-то время отбывал ссылку, ну, к примеру. Ну, хоть что-то. Почему он не Мандельштама, к примеру? Ну, хоть что-то, да. Ну, да, Солженицын здесь вообще вот только проездом бывал, в ходе, в том числе, своих вот этого знаменитого возвращения в Россию и так далее. Для меня тоже это вопрос. Вот хочется спросить человека, не, ну, может, он поклонник какой-то большой. Я не знаю, но это правда, и тем более личность, да, неоднозначно. Ну, там, да, Децл, там Цой, похожий на Патрика Своизи. Децл тоже, на самом деле, да, да. Плачущие львы и все остальное. Я просто к тому, что вот граффитисты, художники, мне кажется, должны быть как-то привлечены к этой деятельности и делать действительно тех персон, эти важные события, которые связаны с нашим регионом. И мне кажется, и для них это была бы отличная площадка и возможность себя реализовать. И пусть это будет творческая переработка, яркая какая-то в современном формате, интересном. Вот, но все-таки что-то связанное с регионом. Под это можно выделить и площади, мне кажется, и это действительно достойное украшение города. Но именно в нужном векторе, потому что сейчас это выглядит несистемно, скажем так. Согласен, абсолютно несистемно. Мне все время, когда бываю у нас в университетском городке на Соменке, я не могу понять, почему там тоже мурал, университет, где там спортфакт находится, там юрфакт находится, там экономфакт. Почему там Юрий Никулин, Юрий Никулин, еще и в военной форме. То есть, если бы мурал Юрия Никулина рядом с цирком, вообще было бы логично. Он нас начинал, он нас заканчивал, но при этом, конечно, не в военной форме, а в колонском костюме это нормально. Я бы вот двумя руками за. Но почему вот там вот на Соменке Юрий Никулин в военной форме, ну понятно, изображенный фильм «Они сражались за Родину», я не могу понять. Вообще, ну тоже, ну ведь кто-то тратил время, краску, я не знаю, я не знаю почему. Я очень люблю Юрия Владимировича Никулина, но почему? Я говорю, самое главное, Тверь в контекст Никулина известна тем, что, еще раз говорю, у нас начинал и заканчивал как клоун. Но, опять же, у нас нет памятника Екатерине Великой. Ой, это для меня такая большая боль, я не могу этого понять вообще, почему. У нас появляются памятники вот какому-то рыбаку, какой-то почему-то без непонятной семье анонимной. У 128-й памятник Михаилу Тверскому появляется, ну, это, я не знаю, для меня загадка огромнейшая, почему. У нас появляется памятник комсомольцам, причем очень оперативно, как своя ли, все. Ну что, Тверь, центр комсомола, нет, что он здесь зародился, нет. Организация тоже спорная, на самом деле, прекрасно все помнят историю, весьма неоднозначная. Да, герои времена Олега Течи, но при этом они же активно проторазверстку у крестьян проводили, гриба у них, последний хлеб. И на фронтах гражданского воевали. Поэтому я не могу понять, почему. Почему памятник художника Зверькова, да ведь, по-моему, тоже, почему на студенческом переулке, где вот там логичнее тому же самому Брадису памятник, Лосеву, например, и так далее. Университетская территория, ну почему, а живописная логичная, где Венецианское училище было. То есть вот это полные у нас непонятки. Ну скажите, вообще, в целом, Алексей, ну вы опять-таки водите туристов, им как-то вот это нравится, вот эти новые наши арт-объекты? Во-первых, туристы не знают, не всегда знают, что они новые. То есть если ты не подсвечиваешь этот момент, на большинство вещей они не обращают внимания. А это хорошо или плохо? Ну как считать, знаете, памятник, вот когда Михаил Тверскому только поставили памятник, ну, который в народе канюн называют, ну, поначалу все кто-то бурчал на воде, а другие говорили, подождите, он покроется благородно, что называется, зеленью, все будут думать, что он стоит здесь уже со времен Тверского княжества. У Алексея есть к нему вопросы. Да, какие? Ну, шапка Мономаха, французские бурбонские лилии, непонятно, что они на русском князе делают. Ну, и конь этот самый замечательный. Да, но это уже тонкости. Да, на самом деле, турист думает, эти все галеры, они все стояли всегда. Они к ним даже могут не подойти. А может это хорошо? То есть он старинный памятник, что с тех времен? Да, зачем врать. То есть, наоборот, клево сказать, что Тверь активно застраивается, вот вам новые арт-объекты, я жил в городе, где вообще ничего не застраивалось, а здесь у вас сейчас появляются действительно замечательные вещи. Я думаю, это добавляет престиж городу и престиж той же самой стране. Потому что, как известно, частный туризм сейчас развивается, а малые города провинциальные активно застраиваются, реставрируются. Поэтому подсвечивать объекты эти новые нужно. Нужно подсветить, что они новые. Специально для вас их подготовили. Но не на все, например, я могу дать объяснение, что это такое и зачем оно надо. Позвольте выражу одну личную боль. Мне кажется, что очень важно сохранять те объекты, которые были, которые как-то нас отсылают к эпохе. Пусть они будут там не на первых линиях. Я приведу несколько примеров. В Заволжье я недавно встретил такую табличку, старую такую большую вывеску к комбикорму. Это же уже такое редко где увидишь. И мне кажется, это было бы отличное название для рестайлинга Макдональдса ушедшего. Это полностью соответствует. Ну, чтобы сказали хозяева, ресторан, конечно. Недавно была устранена, мне кажется, уже последняя вывеска. Была такая надпись объемная, наверное, около пяти метров, в виде такого огромного креста. Магазин 44 с остатками ламп. Я, к сожалению, не договорился с работниками, чтобы как-то ее сохранить. Мне кажется, ее утилизировали. Была чудесная, практически мегалитическая остановка, я думаю, вы помните, по дороге в Химинститут. Ее, к сожалению, снесли. Очень такая мощная была, с колоннадой. Сталевская. Да. Я считаю, что вот такие объекты, которые отсылают нас к эпохе, их надо пропитывать глубокой грунтовкой, покрывать лаком и снабжать толстой металлической табличкой с атрибуцией. И по ним делать отдельные маршруты. Был чудесный летчик, который собрал в своем дворе значимое количество парковых скульптур. Ты его забыл же. Совершенно верно. И они, к сожалению, все уже разрушены и ничего не сохранилось. А ведь это был бы совершенно уникальный объект. Это вообще, да, это примета того времени. Да, да, да. Красного скульптуры. Да, я помню, как-то зайдя... Я помню этот двор, да. Да, и вот я тоже прекрасно помню его. Помню, в детстве, гуляя по набережной Волги, зашел во двор, и там был огромный плакат, натянутый на раму «Нет звездным войнам». Вы знаете, вот если бы во дворах, где-то на стенах, на Брандмаверных, где-то вот за углом, да, такие вот объекты как-то бы развешивались, сохранялись, и снабжены были бы табличкой, вот это было бы действительно подлинная история. Это было бы здорово. Потому что одно дело, конечно, нужно создавать и новые объекты, и восстанавливать инфраструктуру, и все остальное. Ну и какие-то вот такие вот курьезные, любопытные, неожиданные какие-то артефакты, сохранять их, это было бы очень здорово, на самом деле. Алексей, вы только сказали, что у вас есть претензии к скульптуре Михаилу Тверскому, которая самая главная, их много для понимания телезрителей, которые на коне. Когда появился, я сказал сразу, ну, теперь у нас есть свой Марк Аврелий, потому что практически полностью скопировано. Скажите, а если говорить о тверских князьях, мы уже с вами говорили, вот вам на вскидочку, вот кого в первую очередь вы увековечили в Марк Аврелии? Ну, опять же. Уже, соответственно, правильно, без шапки и мономаха, без французских лилий. Лично мое мнение, Михаил Александрович, потом Борис Александрович, третий Михаил Ярославич. Изображений ведь никаких нет, да, насколько я знаю? Нет. Ну, опять же. Ни отюр, ничего. Изображений нет, но почему претензии к этому памятнику конкретно? Это 2008 год. Расспомните памятник тысячелетия России, Великого Нового года, 1862. Больше 110 фигур, каждый с исторической точки зрения на тот момент была выверена. Сейчас и археологический, и этнографический корпус гораздо больше. Если ты денек потратишь на консультацию со специалистами, ты уберешь эти ошибки и действительно почтишь память предку, которого и ты пытаешься изобразить. Сейчас, Судь. Ну да, на самом деле, я бы действительно, если уж так ставить памятники князьям, вообще кому-то да поставил. То есть не очередная памятник Михаилу Тверскому, а праве Михаила Александровича и так далее. Вот у вас стоит этот на коне, Михаил Ярославович, возьмите... Изначально Ярославович. Да-да-да, с ошибкой замечательной. Так вот, поставьте рядом бюсты условные других князей, и тогда у вас будет площадь, не знаю, Тверских князей. Почему только Михаил Рославович? Это как в Риме, в форе империале, где там римских императоров подряд. Где-то в Москве, я тоже где-то видел, забыл, где-то в центре Москвы тоже есть то ли музейное, то ли такое парковое пространство, и стоят так прямо рядок бронзовых бюстов всех московских князей. То есть мы не можем чтить одних, забывая других. А у нас, когда шесть ставят одного памятника, у нас пренебрегают другим. Три памятника Пушкина и одного Достоевского. Полгода товарищ прожил. Пушкин только проездом был. При том, что Пушкин, а что все, давайте называть вещи своими именами, за границей, но во всем мире Достоевский более известен. Пожалуй. Ну, да не пожалуй, однозначно. Ну, в общем, Пушкин. При эти во Францию, Англию, куда угодно, для них кто Чеков, Достоевский, Толстой. Да, да, да. Ну, Пушкин значимо повлиял на русский язык, безусловно. Нет, это, несомненно, наше все. Тут мы, в принципе, не обязаны обратиться на весь мир. Но Достоевскую, действительно, я бы тоже увековечил, потому что всемирно известный писатель. И, действительно, у нас был, в отличие к слову, говоря, опять от Александра Сергеевича, не проездом. Да, да, да. Ставил один ряд Твер с Парижем и Санкт-Петербургом, когда написал своему брату, что Твери – это нескучнейший город, как Париж и Санкт-Петербург. Ну, да. А еще Каменный тоже, как Петербург. Кстати, говоря по поводу арт-объектов, у меня вопрос все-таки галеры. Почему модель, вот это, ну, так называемая, в виде скульптуры. Вы знаете, я бы сделал. Известно, в Петербурге же, знаете, в районе Петровской набережной, ну, фрегат. Он же вроде как ресторан и так далее. Но я бы сделал, действительно, копию галеры Тверь, чтобы она использовалась именно как, к примеру, точка общепит. Ну, почему бы нет? Полноразмерно поставил бы, где, раньше, помните, был Добаркан. Ну, где-нибудь там. То есть, она одновременно жила, функционировала как точка. И при этом вот на галеры в полный размер. Почему бы и нет? Она, во-первых, затратна. Не, ну, конечно. А как бы хотели? Ее одно дело поддерживать арт-объекты, пыль стереть. Другое дело поддерживать на плаву целую галеру. Ну, там можно что-нибудь придумать. Не обязательно она была бы именно платформа. Но это было бы, я считаю, лучше. Потому что нагляднее было бы размеры и так далее. И тем более для самого ресторатора. Представляете, какая соблазн оформить интерьеры, что вы здесь будете первать, как первола Екатерина. Идея хорошая, но смысл галеры, которая сейчас в макет стоит, что если смотреть с определенного угла, она у вас стоит на Волге. И становится соразмерно в Волге. То есть, просто подойдите, обойдите эту галеру в макет, у вас получится, как будто она действительно стоит на Волге. А это совсем на Волге стоит. Ну, это дороже гораздо. Ну, это можно было бы, да. Конечно, дороже. Частный мастер содержал бы, да. Да, я думаю, скажи частнику, вот разрешайте ресторан здесь делать. Мне почему-то кажется, что нашлись бы люди, которые готовы. Были бы, тем более, чертежи, самое главное, есть. Тут ничего придумать не надо. И фотографии весьма настоярные. Фотография, она же до нашего времени не дожила-то относительно, в принципе, недолго. Я к своему времени, к сожалению, узнал, что оказывается, да вот она сгорела-то не так давно относительно. Похожий случай есть в Великом Новгороде. Там стоит корабль, тоже ресторан, вся красота. Ресторан неимоверно дорогой, но местным жителям они все молятся на то, чтобы этот корабль утонул. То есть, вот им не нравится. Мешает? Я не знаю, чем он им мешает. Помпезно, здорово смотрится. Жители в отрестных домах? Нет, нет. Мои коллеги, историки, археологи, все седают на то, что большинство из них, не все. Как и Эйфелеву башню, все не любили когда-то. Ну, да. А теперь символ. Так что, если у нас эту галеру поставили, обязательно нашлись бы люди, которым не нравится... Был бы написан огромный пост, что эта галера потеряла свой утонченный имперский вайп, что не чувствуется Екатерины, здесь дерево не той породы и так далее. Еще пока призничали, привыкли. Алексей, ну вот вы уже неоднократно упоминали Новгород, Роман, да вы тоже, понятное дело, не только в Твери бываете. Скажите, ну как вот наша Тверь в плане туризма, привлекательности для туристов выглядит по сравнению с другими... Сразу говорю, областными центром, не будем рвать Москву и Петербург, понятно, столица это другая вселенная, по сравнению с сопоставимыми областными центрами. Опять же, почему именно Великий Новгород? Потому что, во-первых, у меня там был опыт проведения экскурсии, я там тоже знаю, как выглядит туризм. Во-вторых, по своей историчности Великий Новгород, он, естественно, там повыше был. Столица русского государства и так далее. Поэтому сравнивать их, я думаю, очень даже уместно. Но Тверь, Тверской регион, я нахожу более уместным для экскурсий, куда люди чаще возвращаются, и спустя два дня я не слышу от туристов, что они устали от Твери. А вы его уже слышали? От Новгорода даже я устал. Одно время. Он маленький? Да, он маленький. В два раза меньше, да, по населению, сколько я знаю. У вас, опять же, там один детинец, есть церкви, да, они древние, 13-14 века, они находятся где-то там на окраинах Новгорода, в районах. У нас в Твери, в Тверской области, чем она привлекательна? Тем, что средневековье людей, это вообще где-то там далеко. А Российская империя у нас на слуху до сих пор, и вот это огромное количество усадеб в Тверской области, вот эти вот рассказы о дворянах, они до сих пор наводят приятные впечатления у туристов, и очень много объектов, которые не значатся на картах. И найти эти объекты, ту же самую пирамиду под Торжком, Писанскую башню и так далее. Чёртов мост. Ну, Чёртов мост, это уже набивший оскомину. А вот такие вещи довольно интересны. В Новгороде этого не так много. Роман, согласны? Я покатался тоже по стране, но мне кажется, у жителей нашего региона часто встречалось такое пренебрежение к родному городу. Это, наверное, особенность расположения между Петербургом и Москвой, когда человек, живя в Твери, ставит статус Москва. Да, бывает, кстати, есть такая история. Но на самом деле, по путешествиям по стране, а мы все в последнее время вынуждены делаем именно это, я должен сказать, что Твери очень неплохо выглядят на фоне российских городов. Ну, во-первых, мы активно развиваемся, мы действительно становимся туристическим краем. Но самое главное, мне кажется, это наша набережная, три реки, и то, что у нас действительно роскошные места для полноценной пешей прогулки в центре. Я был во многих городах, где вроде бы есть набережные, но полноценно погулять, посмотреть на старое здание, на реку особо негде. Ну, не оформлено это должным образом. Вот странная планировка, как-то вот Тверь выигрышно выглядит. То есть здесь действительно можно взять и вот полтора-два часа свободным, медленным шагом бродить и получать удовольствие от прогулки. Далеко не во всех городах России это можно повторить. Некоторые города вызывают у меня многочисленные вопросы. И большие города, вот тот же там Ростов или Воронеж, это большой. Ростов-на-Дону. Или Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, да. Я туда вот приехал недавно по работе, как раз вот устанавливались стереоскопы уличные. В Твери не удалось, а в другие города вполне себе удается. Вот. И я не смог посетить практически ни одного культурного заведения. То есть несмотря на то, что город там раза в три, наверное, больше Твери. В миллионе. Ну, в два точно, да. В два точно, это значит. Вот. Там нет частных музеев практически. То есть у нас в Твери их там больше десяти. Там, понятно, в Казани штук семьдесят. В Москве и Питере их сотни. Ну, у Москвы, понятно. А там не оказалось. То есть это был вторник. Я не смог попасть ни в государство, ни в частное. Вообще ничего не оказалось. То есть и погулять особо было негде. Странная структура. С Воронежем такая же. Тоже у меня была странная история. Турбиленник. Я там несколько дней пробыл. Да. И у меня вот какое-то ощущение такой растерянности от многих городов. От Твери она очень такая цельная. У нее есть какое-то собственное лицо. И при этом она очень комфортная. Действительно для пеших прогулок она достойно выглядит. Мне кажется, у Твери такой один из наиболее значимых потенциалов. Вот именно для туризма. И по счастью мы в этом направлении понемногу развиваемся. Еще добавлю слова Романа, что Тверь она более аутентична. В отличие от многих городов более малых. Конечно там Суздаль, вот эти вот Туглич и так далее. Тверь не нарочито прилизана. У нас здесь не встречают в кокошниках с ложками. У нас здесь люди как люди. И вот это вот именно отсутствие лемеха псевдоисторического, этнографического. И делает Тверь таким особенным городом, что ты приезжаешь. Ты просто окунаешься немножко в эпоху советской власти. Пока видишь сталинский ампир, Тверского академического театра драмы. Гуляешь по набережной. Вот тебе, пожалуйста, конец 18 века. Но никто эти дома не штукатурит так, чтобы прям кислотно в глаза просить. А что, то есть что, что они облуплено стоят? Ну вот я работал долгое время в Торжке. Долгое время работал в Торжке, а там все облуплено. Я знаю. И люди... Там, наверное, просто руины, как будто только немцы ушли. Или монголы. И люди... Вот вместе прелесть. Да, прекрасно понимают, что возможно, они последние люди, которые если и не последние, кто видит этот объект, но последние, кто видит его аутентичным. То есть такое, как вот его поставили. Аутентичные руины. Да, может быть, это не всегда привлекательно. И это не везде должно быть. Но в этом есть свой шарм. Это приятно смотреть. Сделаю маленькую ремарку. У меня был хороший друг. Мы с ним вместе учились. Он финн. И, собственно говоря, учился в Финляндии. Через какое-то время, отучившись там 4 года, сказал, что, говорит, просто глазу не за что зацепиться. Говорит, просто все вылезано. Говорит, не могу. У меня не хватает вот этих вот российских фактур, вот этих вот слегка облупленных стен какой-то вот этой жизни. Говорит, я не могу. Говорит, у них даже такое ощущение, что люди, не знаю, на принтере напечатанные. Ну что ж, на этой, как говорится, позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Оказывается, наша дверь очень привлекательна для туристов, в том числе своей облупленностью, шарпанностью. Фактурой. Фактурой, так называемый. Открывается новый музей. Как вот в начале программы слушали, открывается еще один музей. Дверь в дверь, в какой-то степени он комментирует нам отсутствие нашего любимого краеведческого музея, который все никак не откроется. Так что, дорогие телезрители, приглашаю вас, приходите. Ну и гость нашего города. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.